Люцерна, тритикали, клевер и эспарцет. Все эти травы богаты полезными микро- и макроэлементами. Кормовые растения выращивают в каждом регионе страны, ведь для фермеров важно обеспечить своих животных качественным кормом на предстоящую зиму. От этого будет зависеть уровень надоя, привес скота и, соответственно, конечный продукт. У нас по плану заготовить сенажа люцерны 8800 тонн и сенажа злаковых трав, это сенаж тритикали, с вика и сенаж из тритикали, 8000 тонн. К заготовке кормов в Новоспасском районе приступили одними из первых в Ульяновской области. Молочный комплекс «Агронептун» полностью обеспечивает кормами себя и мини-фермы, расположенные рядом. Излишки продают населению. Это позволяет круглогодично поддерживать единообразный рацион кормления животных. В этом году, как отмечают земледельцы, состояние кормов отличное, радует и урожайность. Например, в прошлом году урожай люцерны составил 40 центнеров с гектара, в этом году уже 60. Мы в этом году пошли по стратегии подкормки именно люцерны, чтобы нам эта культура давала больше урожайности с одного гектара. И поэтому здесь у нас было принято решение, что после каждого укоса мы будем применять минеральное удобрение. Это аммиачная селитра, азот в дозе 100 кг на гектар. Хорошую динамику показывают и другие хозяйства региона. В среднем за теплый сезон фермеры делают 4 укоса. К зиме готовят сено, сенаж и силос. Первые укосы показывают, что урожайность трав даже выше, чем в прошлом году. Поэтому планируется, что сельхоз-таропроизводителями будет заготовлено порядка 120 тысяч тонн сенажа, порядка 90 тысяч тонн силоса, 40-45 тысяч тонн сена. На сегодняшний день аграрии полностью выполнили план ярового сева зерновых и зернобобовых культур. Кроме корма, заготовки ведется обработка полей от вредителей, вносятся удобрения, идет полив овощных культур. Анна Тищенко, Улправда, ТВ